Уж верно было это когда-то, а может и не было никогда. Солнце тогда лишь на свет нарождалось, а вместо луны светила звезда. Жили-были в одном селе вдовец и вдова, и у обоих было по дочери. То ли от тяжкой жизни, то ли от людских толков, стали они жить вместе. Пожили сколько-то, и вот выросли дочки, превратились в девушек и в самый раз для выданья. Стала думать жена о приданном, о платьях. Целыми днями ходила по базарам и накупала всякой всячины. Да только все для своей дочери. Мужниной никогда ничего не покупала. Одно лишь знала гонять ее с одной работы на другую, так что бедная девушка не знала ни отдыха, ни покоя. Сегодня так, завтра не лучше. Ясно стало, что думает баба только о своей дочери. И вот начинает дед злиться и ругаться. Однако жена, баба, хитрющая. Черт в ней, видать, засел крепко. Идет она сразу на базар и покупает орехи обеим девушкам, чтобы успокоить сердце муженька. Позвенела она ему над ухом орехами. А когда взялась делить, своей дочке дала гору орехов. А мужниной всего-навсего один. Дочь бабы щелкает себе орехи, да смеется от радости. А дочь мужика сидит одна и смотрит с тоской на свой орех. Что с ним делать? Взяла она его, пошла в сад и закопала. А потом села над ним и стала слезы лить. Чем, мол, радует ее молодость, если не одними слезами. Так плакала она над ним много дней подряд. И слезы ее ручьем текли на орех. В скором времени пустил орех ростки. И выросло из него большое красивое дерево. Девушка ухаживала за ним, и оно росло прямо на глазах. Вот пришло время, стали устраивать в селе хоры, гулянья. Идут на хору молодые, идут старые. Пошла и баба со своей разодетой дочерью. Мужнину же оставила дома и задала ей работы. Прибери в доме, покорми птицу, свари еду, чтобы когда вернемся, все было в порядке. Стол накрыт, еда на нем стоит. И чтобы была та еда, ни горяча, ни холодна. Бедная девушка не знала, с чего начать. Взялась она за дела, а чтобы отлегло немного от сердца, пошла к своему ореху и стала плакать. Что слезы льешь, милая девушка, спрашивает дерево. Как же мне не плакать, если нет у меня житья в отчим доме? Вот сегодня все люди гуляют, веселятся, а я не разгибаюсь, света белого не вижу. Не тужи, не отравляй сердце горечью. Войди ко мне в ствол и выбери там себе самое красивое платье. Обуйся, уберись и ступай тоже на хору. Вошла девушка в ствол ореха, оделась, убралась, и когда вышла, так была хороша, что все кругом озаряло. Собрала она в саду букетик цветов и пошла в село. А когда пришла на хору, всем раздала по цветку, только мачехе с дочкой не дала. Потом стала она танцевать, отплясывать от души, так что парни не уступали ее друг другу, желая хоть раз потанцевать с нею. Но вот хора окончилась, и девушка пошла домой, прямо к ореху. Сняла свой красивый наряд, надела старые лохмотья и взялась за дела. Когда баба с дочерью вернулись с гулянья, нашли они в доме накрытый стол с едой, не холодной и не горячей, сели обедать и стали разговаривать. Была сегодня на жоке девушка, красивая и нарядная, как фея. Всем дала по цветку, только нам не хватило. Весть о том, что живет в здешних краях красавица, равной которой не сыщешь, ни солнцу в зените с ней не сравнится, ни вишни в цвету с ней не породнится. Молнией облетела все стороны света, и узнали о ней царские да королевские сынки. На другое воскресенье в селе снова устроили хору. Приехали на нее парни с четырех концов земли. Красивые, разнаряженные, дай бог всем быть на них похожими. Баба тоже нарядила свою дочь получше, а вось полонит она чье-нибудь сердце, и сыграют они свадьбу. Муж не нуждочь. Злыдня снова оставила дома. Наказала, что да что по порядку нужно ей сделать, а потом смешала мешок мака с мешком песка и говорит, пока мы будем гулять, переделай все дела и перебери этот мак. Осталась девушка одна, плачет, убивается. Ты чего плачешь, милая? Спрашивает ее голубь со стрихи дома. Как же мне не плакать, если мачеха задумала извести меня. Мало того, что задала работы по дому на десятерых, еще и мешок мака с песком велела перебрать. Иди, делай другую работу, а про мак не думай. Приходи попозже, чтобы только мешок завязать. Покружился голубь в воздухе и стали слетаться к нему голуби отовсюду, так что заполонили весь двор. И пока девушка бегала с места на место, управляясь делами, перебрали весь мак. Ей осталось только мешок завязать. Со спокойным сердцем пошла она к ореху. Лишь взглянула печально в ту сторону, откуда слышалась музыка. В селе кружился хоровод, веселились пары. Девушка дорогая проговорила орех. Войди в мой ствол, возьми платье, какое только твоя душа пожелает. Иди ножок и гуляй. Она вошла в ствол и выбрала себе самое красивое платье. И когда оделась и пошла ножок, можно было сказать, что эта луна плывет по небу. Но никак не дедова дочь идет по земле. Пришла она на гуляние с большим букетом цветов, как раз, когда хора должна была только разыграться. И всем дала по цветку, только бабе с дочкой не дала цветок. Парни и все люди вокруг смотрели на нее, как завороженные. Будто это само счастье пришло к ним, чтобы открыть им сердца и разжечь жажду веселья. Потом начала литься из флуеров и скрипок музыка, такая, что подбрасывала тебя с земли, хочешь, не хочешь, и вихрем кружила в танце. Стали танцевать, и дедову дочь еле руки успевали подхватывать, а старухина все сидела в сторонке. После жока бегом побежала девушка домой, оставив немало парней с тоской на сердце. Пока вернулись баба с дочкой, она успела снять дорогой наряд и надеть свои отрепья. И стала ждать их, все дела были переделаны, а еда на столе стояла ни горячая, ни холодная. Восседая во главе стола, баба уминала за обе щеки, и все тарахтело, отводило душу. Опять была та красавица, что в прошлое воскресенье приходила. Да чего ж пригожа и нарядна. Люди, почитай, только на нее одну и глядели, а парни и вовсе повлюблялись. Гордячка ж не стала ожидать конца хоры, чтобы ее посадили в карету да домой отправили. Так никто и не знает, что за девица, откуда взялась. Дедова дочь сидела, слушала, но ни словом, ни взглядом не подавала виду, что знает что-нибудь. А на следующее воскресенье снова была хора в деревне. Баба с пятницы взялась готовить свою дочку. Мерила ей одежду, причесывала и украшала. Дедоваш только делами и была занята. А когда на бабу нападала злость или прихоть, доставалась бедняге. Перед уходом смешала баба наспех два мешка мака с двумя мешками проса и оставила их дедовой дочке. «Пока вернемся, прибери в доме, свари нам поесть, покорми птицу, а после садись перебирай мак и проса, отдельно их в мешки соберешь». Сколько же это времени и рук нужно было, чтобы переделать все дела? Потемнела лицом дедова дочь, не знала с чего и начать. Села и стала плакать. Поняла девушка, что не шутя задумала мачеха сжить ее сосвету. Сидит она заплаканная, думая о невеселые свои думы, и пролетает над нею стая воробьев. Прочирикали, пропели воробьи. Ты чего плачешь, умница да скромница? Как же мне не плакать, если мачеха сживает меня сосвету? Столько дел на меня наваливает, что хоть разорвись на части, не переделаешь всего. Не печалься и не тужи об этом, делай свою работу, а маки проса мы тебе переберем. Стала девушка метаться со двора в дом, из дома во двор, то к птичнику, то к колодцу. Переделала все дела, смотрит, а воробьи уж наполнили мешки, и ей осталось только завязать их. Поблагодарила она воробушков и пошла к ореху, с грустью глядя, как народ собирается на гулянье. «Войди в ствол», проговорил снова орех. «Оденься, уберись и иди на хору». Вошла девушка в дерево, сняла с себя свои лохмотья и выбрала платье, расшитое золотыми нитками, отливающее драгоценными камнями. И когда надела его, то такую прелесть придал наряд ее стану, и вся она была так хороша, что даже солнце в небе закраснелось, чувствуя себя заморашкой в сравнении с дедовой дочкой. Взяла она с собой букет цветов и отправилась к центру села, где собиралась хора. Тут она опять всем раздала по цветку, только бабе с дочерью не дала. И сколько было на хоре парней, статных молодцев, царских и королевских сынков. У всех сердце взошлось от желания видеть ее своей невестой. А девушка танцевала, нежная и огневая, как ягодка луговая. Так что музыканты флуеров не отнимали от губ, смычков от струн. Один танец кончали, другой начинали. Всей хоре она тон задавала. И когда дедова дочка повернулась, чтобы уйти, выступил сын какого-то короля, хотел было взять ее за руку, но она вырвалась, и только кольцо с ее пальца осталось в его руке. Прибежала дедова дочь домой, сняла с себя красивый убор, надела заплатанные одежки, и пока накрывала на стол, вернулась баба с дочкой. Опять была на хоре та красавица. Один парень-богатырь в королевской одежде снял кольцо у нее с пальца и теперь ищет ее. Говорят, по всему свету. Все наше царство-государство поставил на ноги. Всем девушкам кольцо-то примеряют, найти ее хотят. Не было теперь у бабы другой заботы, как разодеть дочку и ждать королевича. Она обрезала ей ногти, умыла, причесала, нарядила и усадила на завалинку перед домом. Пришел бы поскорее королевич и примерил ей кольцо. Дедову же дочку послала по всяким делам, и та бедная переделала одно, другое, третье. Все как нельзя лучше. А вместо благодарности схватила ее ведьма одной рукой за ворот, другой за волосы, вытолкала в сене, стукнула там об дверь головой и затиснула в колоду с золой. «Здесь сиди, ленивица! И чтоб дыхание твоего не слышно было! Когда велю, тогда и выйдешь!» Сидела там бедная девушка, плакала ее сердце от боли и обиды, но молчала. Знала она, какие они обе лютые, мачеха ее дочь. В это время подъезжает к дому королевский сын со свитой. «Добрый день, тетушка! Добро пожаловать, королевич! Девушки есть? Есть, королевич, есть!» И выводит к нему свою дочь. Стал он примерять ей кольцо, не лезет оно вовсе на палец, «А других девушек нету!» «Никого больше нет, королевич, только и свету в нашем окошке это сокровище!» Собрался было уже королевский сын уходить, как выскочил, откуда ни возьмись петух, подскочил к нему, забил крыльями и закричал «Ку-ка-ре-ку, сын короля!» В сенцах за дверью дедова дочь в колодец золою сидеть ей не в мочь. Баба, хвать веник и в петуха! Кыш, будь ты неладен! Не нашел другого места, где кричать, да скрестил землю лапами. А петух снова прыг к королевичу и запел «Ку-ка-ре-ку, сын короля!» В сенцах за дверью дедова дочь в колодец золою сидеть ей не в мочь. Баба снова к нему с палкой «Кыш, проклятый, чтоб ты подох! Чего пристал к человеку?» Королевич вернулся, пошарил за дверью в сенцах, нашел колоду и вытащил оттуда девушку. «Ну-ка, протяни руку, милая, посмотрю, каково тебе это колечко!» И надел его ей, и пришлось оно дедовой дочке как раз в пору. «Эй, тетушка, пойди сюда!» «Подушели тебе выдать за меня замуж эту девушку?» «Нет, никак, королевич!» «Это тебе не пара!» «Засмеют вас люди!» «Вот другую бери! Она и умна, и проворна, и хороша собой!» «Нет, тетушка, я женюсь на этой девушке!» «И коли хочешь нас благословить, хорошо! Если ж нет, оставайся жива-здорова, а мы поедем!» Тут открывает ворота дед, он воротился из странствий. Узнав, что у него в доме делается, вмиг заткнул бабе рот. Согласился взять взятя королевского сына. И коль уж поняли они друг друга, то договорились о свадьбе, привели музыкантов и закатили гулянку по всем правилам. Пока только говорилось о свадьбе, баба с дочкой еще унимали кое-как свою зависть, когда же увидели они дедову дочь в знакомых им нарядных платьях и смекнули, что она-то и приходила на хору. Чуть не тронулись обе от злости, сгорбились, как серп, и стали призывать смерть на ее голову за то, что сыграла она с ними такую злую шутку. Весь честной люд кутил вовсю, поднимались чарки за чарками, затевались танцы на весь двор, только бабе и ее дочке было пусто и горько. После свадьбы попрощались молодые со стариками, поцеловали руки посаженным и отправились жить в свой дворец. С первого же дня потекла у них жизнь благостная и сладостная. Жили-то ведь они в любви и согласии. А потом счастье подарила им сына, крепкого и красивого, на зависть всем врагам. И было бы все еще лучше, чем было, если б не разразилась война и не ушел королевский сын воевать. Баба же с дочкой стали злюками, хуже ведьм и только и ждали случая извести бывшую падчерицу. Что еще нужно было? Дедова дочь осталась наконец одна. Они оделись в отрепья, хуже которых не бывает, дырка на дырке сидит, дыркой погоняет. Взяли в руки по палке и осунувшиеся, почерневшие, пошли, не видя перед собой дороги от злости. Подойдя к воротам королевского сына постучала баба и когда ей открыли, стала плакаться и жаловаться на судьбу. Мы бедные женщины остались без приюта, несчастные. Вот ходим, побираемся, смилуйся, смилуйся над нами, госпожа. Приюти, а мы поможем тебе по дому. Дедова дочь подумала и решила взять их. У нее ведь никого не было на хозяйстве. Входите, будете жить у меня и работать, я тоже одна осталась, сказала она. Ей и в голову не пришло, что эти женщины мачеха и ее дочь. Поселилась баба с дочкой в доме у молодайки. Что ж, коли так, так тому и быть, не зря говорится в народе. Не нужно учить змею сворачиваться и выпускать ядовитое жало. Она и сама все это хорошо умеет. Так и баба-ведьма умело дознала, как жить молодушку со света. На следующий день, к полудню, когда солнце вовсю уже сприпекало, выходит дочка бабы на крыльцо и говорит женщине, давай-ка, кумушка, сходим к вон той воде, освежимся немного, вымоем голову, гляди, жара какая стоит. Дело, говоришь, сестрица, пойдем, ответила женщина. И они отправились, а дедова дочь взяла с собой сынишку. Кто же мог догадаться, что сказаны были те слова не от души, а от черного сердца. Пришли они к реке и стали нежиться на травке среди цветов, брызгать друг в дружку водой, а неподалеку был мосток. Он уходил далеко в воду и кончался на середине реки. Бабина дочка стала склонять женщину прогуляться по мостику. Она, мол, не раз уж гуляла тут, отдыхала душой. Лаская ребенка и отпуская в воду ноги, дошли они до края мостика. Смотри, как у мушка, как к лицу тебе малыш на руках, погляди в воду, как красиво отражаешься ты в ней. Думаешь, и мне он не был бы к лицу. Дай-ка мне, сыночка, посмотрю, как я гляжусь с ним. Отчего же не пойти навстречу желанию женщины. Дети наши так хороши в младенчестве, что их только на руках и носить долюбоваться ими. Она отдала ей ребенка, а та одной рукой взяла его, а другой толк женщину в грудь, так что бедняга сама сразу шлеп и опустилась в воду с головой, а дочь старухи повернулась и бегом домой, довольная, что завершила хорошее дело. Запрыгала баба, как коза на радостях, и они тут же первым делом переоделись. Дочка ее убралась с самыми красивыми платьями дедовой дочери. Ребенка они кинули в одну из комнат и думать о нем забыли. Сами же стали ждать возвращения королевича. То-то пойдет у них тогда пир горой и начнется наконец сладкая жизнь. А бедная жена королевича пошла на дно, но едва к нему прикоснулась, превратилась сразу в усача и стала плавать вместе с другими рыбами. Захотелось ей увидеть солнце, она поднялась наверх и подпрыгнула, а когда оказалась над водой, то превратилась точно же в птицу. И хоть стала она птицей, душа у нее оставалась материнская. В тоске по ребенку поднимается она в небо, летает вокруг своего дома, а услышав плач своего малютки, садится на дерево под окном и поет с печалью. Ай, люли, люли, глазоньки мои, ай, люли, люли, рученьки мои. Деточка моя родная, кормит тебя грудь сухая, ох, чужие тешат руки, тяжко жить с тобой в разлуке. Едва запела птица, перестал ребенок плакать, а потом снова закричал, потому что ведь это был малыш. Его нужно было кормить, купать, а баба с дочкой и не смотрели в его сторону. В окна только все глядели, все глядели, проглядели, королевского сына ждали, высматривали. А утонувшая женщина все не находила себе покоя отдыха, летала с дерева на дерево и пела. Ай, люли, люли, глазоньки мои, ай, люли, люли, рученьки мои, деточка моя родная, кормит тебя грудь сухая, ох, чужие тешат руки, тяжко жить с тобой в разлуке. Баба с дочкой услыхали песню и ужаснулись. Матушки, Светы, беда на наши головы, как бы не была эта мать ребенка, если она наши дни сочтены. Стали они думать, как поймать птицу, и пока думали свои черные думы, возвращается с войны хозяин дома, взглянул на бабину дочку, да и говорит, ох, жена дорогая, да чего ж ты похудела, да почернела, будто это и не ты вовсе. Как же мне было не похудеть, да не почернеть, тебя ожидаючи, по тебе тоскуя, а ребенок наш, от чего все плачет. Не знаю, что с ним приключилось, грудь не берет и не спит, ума не приложу, чтобы с ним такое сделать, чтобы успокоить его. И только тогда и взяла в первый раз ребенка на руки и стала укачивать его. Тут и птица как раз прилетела, опять на дерево под окно села и запела. Ай, люли-люли-люли, глазоньки мои, ай, люли-люли, рученьки мои, деточка моя родная, кормит тебя грудь сухая, ох, чужие тешат руки, тяжко жить с тобой в разлуке. Слыхал или не слыхал королевский сын песню, он рад был уже тому, что ребенок успокоился, а дочь бабы говорит ему, выйди поскорее муженек во двор, подстрели эту птицу с дерева, будет нам зама хорошая. Зама это мясной отвар, бульон. Королевич схватил лук со стрелами, выбежал и стал целиться, а птица прыг-допрыг с ветки на ветку, улетает от него, увидев же, что нет ей другого спасения, полетела она к своему ореху в ограде, чтобы спрятаться там, а стрелок все преследует ее, под одним деревом целится, с другого спугнет и дошел так до ореха возле дома. И вот чудо великое, только опустилась она на ветку ореха, как превратилась в женщину, какой была до сих пор. Королевич выпустил из рук стрелы и лук от изумления, кинулся к ней, обнял ее и стал целовать ее лицо, и жена рассказала ему, чего натерпелось, пока его не было дома. Услышав такое, помчался он домой от гнева, готовый разорвать в клочья старуху с дочкой. Шаг за шагом, верста за верстой, пришли они к дому. Когда злюка баба со своей дочкой увидели их, задрожали обе всем телом, так что казалось, что вот-вот дух из них выйдет вон. А королевский сын схватил бабину дочь, вышвырнул ее на улицу, а там привязал к хвосту необъезженной девятилетней кобылы и дал ей кнута, чтобы помчалась она вскачь через горы до овраги и растерзала ее кобыла в клочки, так что ничего от нее не осталось. А бабу королевич ухватил за космы, подвел к границе своего королевства и так сказал, осуждают тебя на веки веков, ведьма проклятая, сгинуть со света белого и не найти себе места отныне ни на земле, ни под землей. Под эти хулые проклятия земля разверзлась и проглотила старуху, одна только голова осталась торчать над землей. И кто не проходил мимо, бросал в нее камень или обходил стороной. Таков сказ.